Всем привет! Сегодня поговорим о моей сборке Linux Mint 18.3 которую я настаивал под себя но которую могу с вами как говорится поделиться Значит две программы для записи с экрана вот сейчас я пишу программы ABS Studio есть еще Simple Screen Recorder SM Player видеопроигрыватель редактор видеороликов OpenShot, Audacity ну стандарт значит коночки в коночках как я вам уже и показывал всегда нужно смотреть и поднастраивать у себя сеть вот если нажмете вот здесь вот зайдете вот сюда в настройки перейдете в сеть то вот здесь вы видите вот такую вот штучку и цифры на экрану то есть у меня цепь сеть подключена верно но если у вас допустим проводная сеть или цифра по экрану как говорится не бегает нужно сделать вот такое набрать команду и в конфиг команда и в конфиг она определяет как беспроводные так и проводные сети вот вы выделяете вот эту вот сеть копируете и вставляете сюда но у меня поскольку одно и то же ну смысла не вижу выделили взяли вставили на то же самое место применить закрыли ну и можно будет попробовать все это дело проверить вот видите уже циферки начали тут выскакивать потихонечку вот значит уже все работает значит что дальше в броузере сразу установлен блокировщик рекламы и программа Magic Actions for YouTube там очень хорошая программка если вы смотрите ролики на трубе дальше ну как всегда значит нужно зайти в менеджер программ зайти в правку зайти в источники приложений ну пароль у меня везде единичка потом можно сами менять какой вам будет нужен и подобрать зеркала на которые ближе всего к вашему месту жительства вот нажали здесь у вас будет абсолютно другое подождали 2-3 минутки выбрали зеркало с наибольшей скоростью значит нажали применить и все нормально то же самое так же поступайте и вот с этими зеркалами выбрали наибольшей нажали применить и нормально все вот ну после всех этих значит теодвижений проверяете на обновление и смотрите что там вам как говорится скажет ну вот у меня launchpad нет Inglex Super Boot Manager ну это вот у нее стабильные вот такие вот скажем так прибамбахи не хочется на его определять ну поскольку программа уже установлена можно сделать следующее зайдем значит в источнике приложений зайдем в репозитории да просто возьмем и отключим Inglex вот и все снимем галочку здесь и снимем галочку здесь вроде бы больше он нигде не встречается вроде бы нет ну обновляем кэшик закрываем проверяем обновление пишет запущен уже другой экземпляр ну давайте закроем снова зайдем и вот уже окошечко значит с сообщением о том что Superbit Manager что-то там не так работает нормально он работает просто на вас появляться больше не будет в параметрах у меня выставлены уровни вот раз два несмотря на это иногда появляется цифра три четыре я их просто удаляю вот и все автообновление значит сделано каждые двадцать восемь дней никакие там часы минуты там ничего просто-напросто раз в двадцать восемь дней вот и все ну что дальше настройка языка вот клавиатура значит раскладки вот у меня раскладка английская там значит находясь в английской раскладке чтобы получить знак собачки когда пишете допустим адрес там электронной почты нужно нажать shift и русскую букву находясь в английской раскладке значит в параметрах я значит сделал переключение на другую раскладку по alt shift поэтому вот сейчас показываю по alt shift видите да все нормально все работает все крутится все шевелится два броузера ну телевизор само собой скажем так для удовольствия первый этаж молодец ну это нормально поползайте там посмотрите значит ну что значит менеджер программ менеджер пакетов значит Ubuntu Cleaner пылесосик ну вот нажали здесь там нажали здесь нажали здесь все отметили галочкой подмечали здесь все эти дела подчистить завели единичку аутентифицировать вот придумают же было бы окей просто написать да и все проверили получили сообщение что здорово ваша система чистая все ну программа значит для записи на флешку вот пожалуйста программа обновлена офис русский обновлен по самое не могу как говорится голова у вас тут не боли стоит на сегодняшний день одна из самых последних версий LibreOffice вот можно тут почитать сведения о ней версия 5.4.32 вот все работает все шевелится все нормально крутится сетью сетью вот пожалуйста нажали на значок нашли допустим свою сеть тут вот настройки зайти в безопасности ввести свой пароль применить ну обычно он цепляется сразу сеть подключается хорошо вот таким вот образом значит две очень мощные программы значит Qt5fs архивер и Systembug которые повышают надежность Минта в десятки в сотни а может быть в тысячи раз образ созданной Systembug можно записать на флешку и находясь на флешке с него восстановиться на любой раздел жесткого диска или даже на внешний диск нет проблем ну программа Qt5fs архивер позволяет архивировать целые разделы она их ужимает тоже по самое не могу получается очень такие компактные архивы которые очень хорошо восстанавливаются копии созданные этой программой тоже можно и желательно хранить на внешнем жестком диске и вообще тому кто решает экспериментировать со своим жестким диском мой всем такой очень простой совет без внешнего жесткого диска этим делом не занимайтесь имеете жесткий диск там на пол терабайта на терабайт ради бога флаг вам руки экспериментируйте да не маги только создайте программы допустим или какой-то 5fs архивера или систем бака надежные значит копии на внешнем жестком диске а дальше там можете свой диск и форматировать и что угодно делать да без проблем вот в принципе самые такие вот главные особенности сборки ну поскольку у меня десктоп а не ноутбук я питание отключил и заставку экрана там все это прочее мне оно не нужно ну допустим вы посмотрели все у вас настроено что-то ненужное вам поубирали что-то нужное оставили все вот решились вы меняю пароль вот пожалуйста нажимаете на пароль и не менее 8 символов здесь и здесь набираете подтверждением применить и получаете уже открыться новый пароль вот практически и все я всегда делаю пароль очень простым раньше делал юзер потом обленился стал делать вообще единичку чтобы пользователю было легко там настраивать систему уже вот когда он все настроит вот тогда можете себе пароль делать хоть километр длины только не забудьте сами его вот практически и все такие вот нюансы значит раздел интернета представлен очень хорошо значит два значит облачных хранилища дробокс и мегасинг но мегасинг на меге он дает вообще 50 гигабайт свободного пространства вот и skype и teamviewer и программа значит для скачивания торрент файлов и просто для файлов больших размеров фугет приложение ватсап вая ради бога не нужна не нужна вам программа вот удалить в линукс менте все очень просто удаляется вот завели пароль эта программа она будет удалена вот нажали окей и как говорится там вперед из песни скоро получаете там окошечко сообщением что все это дело сделано нормально потом опять-таки пылесосиком все это дело проверяете если там программа найдет что-то ненужное ну она вам напишет вот допустим очистить ну что единичку завели нажали enter и как говорится убрали за собой мусор вот и все значит сборка хорошая 18.3 рабочая все программы на ней встали и работают ассистем баг на ней хорошо работает причем вот линукс минт 18.2 я проверял и на 18.3 значит практически для установки ассистем баг вот самая оптимальная последовательность установки значит это вот такая вот вот таким образом будете все делать ставить будете на английском языке но зато будет работать без кракозябров безо всего и нормально все у вас будет хорошо копию копию которую я делал я значит проверял на виртуальной коробочке ну пока тут будем говорить я сейчас пока ее запущу допускает нам приводит окей я же не подключил у меня же копия это находится а ну сейчас мы поднастроим у меня в другом месте было жесткого диска носители так сейчас подключим образ значит копию я сохранил помнится мне на разделе D вот она вот пусть пока там она грузится потихонечку а мы будем дальше говорить вот менюшка на английском языке значит заходите то есть это вот реально работающий как говорится образ который создавался в своей сборке поэтому пожалуйста курочьте значит сборку как вам как говорится только душе пожелается вот ну все работает все крутится значит программы аудио-видео тоже представлены очень хорошо значит тут у меня так немножечко начинает он дурить ну понятно оперативки много кушает ну ничего подождем ну вот видите образ запускается на виртуальной машине а если образ запускается на виртуальной машине то как правило в большинстве случаев его и удается скажем так записать на флешку с нее загрузиться работать на флешке как на полноценной операционной системе вот или записать на другой раздел жесткого диска вот пожалуйста опять таки значит редактор звуковых файлов две программы для записи с экрана значит символ скрин рекордера ABS студия редактор видео файлов со всеми настройками со всем то есть включаете и можно записывать единственное что что у символ скрин рекордера что у ABS студия ну естественно нужно вот подогнать настройки микрофона у меня стояло значит встроенное аудио а у меня микрофон внешний поэтому у меня вот так вот все это дело стоит то же самое значит в ABS студия тут в настройках значит так где тут звук вот я выставил монитор встроенное аудио аналоговое аналоговое стерео а вот микрофон опять таки выставил тот который у меня подсоединен вот практически и все значит ну что я могу сказать все эти песни которые значит я на протяжении этих лет слышал от любителей того или иного дистрибутива линукса я считаю что особой под собой почвы они не имеют почему потому что вот систембак и QT5FS архивер они практически делают вашу систему неубиваемой вот и все доработались там доэкспериментировались там до чертиков что-то не работает вон взяли обратно восстановились или систембаком или QT5FS архивером а вот и весь сказ то есть практически неубиваемая система работает хорошо стабильно ну мне рабочий стол всегда нравился и нравится окружение рабочего стола цинамон он очень такой ну лично для меня удобный хотя я ничего не имею против других рабочих столов ради бога кому что нравится то и ставьте вот прививочка здесь сделана против значит разрывов поэтому вот показываем сразу как проверить ее можно вот включая то есть изначально значит опять-таки было там дергание там всякая чепуха сполохи по экрану ну прививочку сделал видите все нормально как говорится и красиво как говорится движется и колышется вот поэтому значит вот у кого значит желание будет значит пожалуйста скачивайте мою сборку курочьте ее по своему вкусу как говорится и усмотрению как вам что-то нравится не нравятся коночки вот зашли в коночки галочку убрали кончик нет галочку поставили коночки есть вот и все в общем мое такое мнение что очень удачная получилась скажем так сборка на которой практически все мои программы встали и нормально работают поэтому я вам это дело скажем так рекомендую штук хорошая вот кому нужна нормальная надежная значит операционная система с хорошим дистрибутивом с красивым рабочим столом пожалуйста вот вам линуксмин санамон прекрасный как говорится выход в данном ситуации проверенный надежно работающий и всегда можно там восстановиться откатиться там назад когда все работало нормально пожалуйста пользуйтесь если есть какие-то вопросы для того и был сделан мой сайт и канал вот на сайте пожалуйста нажимаете на кнопочку она вас уже встроена в броузер и то что вам как говорится там нужно вот пожалуйста если вы абсолютно новичок вот вам основы вот курс молодого бойца всего лишь 5 уроков после которых любой нормальный человек который может считать от 1 до 10 сможет значит взять себе и установить и настроить линукс вот практически и все а дальше естественно значит имеется у меня вот здесь вот кладовочки основная сейчас у меня крок русский сайт очень хороший значит и поддерживает российских как говорится пользователей надеюсь и будет поддерживать поскольку мы занимаемся скажем делом для общества ничего с этого не имеем вот крок на кроке значит у меня имеется значит несколько там разделов программы для винды программы для линукса и мои сборочки вот в моих сборочках значит пожалуйста линукс минт вот 18.3 я делал значит в архиве тут много файлов получилось попробую закачать изобраз когда закачаю этот архив уберу вот а так значит имеется значит там три сборки вот archmerch fedora и dpin значит вот в формате fs архивера то есть есть операционные системы дистрибутивы ну которые не позволяют пользователю создавать свои скажем так изообразы но допустим при помощи программы qt5 fs архивер мне все это дело как говорится удается делать и вы всегда сборочку можете взять и скачать ну и естественно не забывайте вот о таком простом варианте скачали ли вы сборку установленную программу system bug или же у вас значит вы скачали и поставили значит сборку программы qt5 fs архивер ну вот ради бога после того как вы установили тут же в терминале наберите значит вот вот эту команду чтобы она переустановила загрузчик групп определить нужно вам диск на котором у вас основной это делается вот так нажимаете здесь единичку в G-Quart первая задача определить какой же у вас диск у меня это SDA сейчас он покажется вот вот видите написано SDA вот 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 я курсором кручу у вас может быть SDB тогда поставите здесь место A поставите B какая разница а после этого значит вторая команда в терминале будет вот обновить загрузчик групп вот и все на этой сборке значит я поставил бург красивая штучка такая получилась выглядит менюшка у него так симпатично ну вот давайте я сейчас зайду так стандартное администрирование ну вот SuperBoot менеджер вот единичку я наберу Borg менеджер вот зайдем на эмулятор вот у меня вот так вот красиво выглядит меню загрузки и тут можно там побегать там посмотреть что там у меня поставлено чего там не поставлено вот нормально он симпатичнее но опять таки поставили VMS Borg значит что нужно сделать тогда уже нужно не групп обновлять а Borg вот он он Borg вот он он вот просто напросто поскольку все поставлено заведите вот эту команду update Borg и она вам обновит вот этот красивый загрузчик и у вас на нем будут только те операционные системы которые у вас находятся на вашем жестком диске вот и все значит никаких там слез жава я поставил у меня вообще ничего не грузится так мало того что вы скачали установили на жесткий диск надо еще его и подключить к меню загрузки вот при помощи значит этого и подключаете поскольку вот у меня данная сборочка значит она сделана на Borg значит вот будете Borg у себя таким образом обновлять Sudo update Borg все подождали обновилось перезагрузились и посмотрели все ли у вас он там подцепил и зацепил вот ну ладно значит естественно всегда вот пожалуйста можно посмотреть информацию о системе опять таки вот система Linux Minut 18.3 Cynomon 64 бита вот ну это версия рабочего стола Cynomon это вот ядрышка за ядрышками я не гонялся за самыми последними а ставлю только самые стабильно работающие вот которые менеджеры обновлений идут под цифры 1 или 2 3,4 и так далее эти уровни я поубирал потому что хлопот с ними много ну что вот все самое скажем так основное о моей сборке качайте пробуйте тестируйте желаю вам всяческих как говорится там успехов и удачи и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч